Здравствуйте! Вы смотрите программу Блиц Интервью на телеканале Белгород 24 в студии Вадим Кумейко. Совсем скоро, в середине марта, состоятся выборы президента Российской Федерации. О том, какой будет процедура голосования и что такое проект «ИнформУИК» нам расскажет председатель Белгородской городской территориальной избирательной комиссии Любовь Николаевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, как будет проходить голосование на выборах президента Российской Федерации в Белгороде? Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. И в любой из этих дней наши жители, жители города Белгорода, могут воспользоваться одним из удобных способов голосования. И я сейчас коротко расскажу о каждом из них. Первый, традиционный, скажем так, способ голосования – это голосование на своем избирательном участке, то есть избирательном участке по месту своей регистрации. И здесь наши избиратели могут проголосовать, как я уже сказала, в один из этих трех дней с 8 утра до 20 часов вечера. Второй вид голосования – это голосование вне помещения для голосования. Но, как мы привыкли говорить, это голосование на дому. Этот способ голосования удобен для тех избирателей, которые по той или иной уважительной причине не смогут прибыть на избирательный участок. Такими причинами могут быть и болезнь, и уход за больным ребенком, за пожилым человеком, ну и другие причины, которые озвучены в законодательстве. Но для того, чтобы проголосовать на дому, необходимо будет подать соответствующее устное или письменное заявление. И такие заявления будут приниматься в участковых избирательных комиссиях с 7 марта до 14 часов 17 марта. И в то время, когда уже будет обозначено избирателем, члены участковой избирательной комиссии проведут голосование на дому. Третий способ голосования, который может быть удобен нашим жителям, нашим избирателям, это голосование по месту фактического нахождения. Это удобный способ голосования для тех, кто проживает не по месту своей регистрации или находится, допустим, в командировке. Но для того, чтобы проголосовать по месту своего фактического нахождения, также необходимо подать соответствующее заявление. И такие заявления уже принимаются с 29 января и будут приниматься по 11 марта включительно через портал Госуслуг, через МФЦ, любой МФЦ в нашей стране, через территориальную избирательную комиссию. А уже с 6 марта, когда начнут работать наши участковые избирательные комиссии, будут приниматься и в любой участковой избирательной комиссии. И уже в дни голосования избиратель приходит именно на тот избирательный участок, который он выбрал, указал в своем заявлении. И новый способ голосования для жителей города Белгорода, Белгородской области, как и еще 28 субъектов Российской Федерации. Это дистанционное электронное голосование. Но само название говорит о том, что голосуем дистанционно, жители не идут на избирательные участки. Но для того, чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, нужно соблюсти несколько условий. Первое такое условие – должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Второе условие – то есть ваши личные данные должны быть актуальны. Актуально – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты. И если эти условия соблюдены, то наступает третье условие – необходимо подать соответствующее заявление. Такие заявления уже принимаются также с 29 января и также будут закончиться приемы 11 марта. Но принимаются через портал Государственных услуг, через ЕПГУ. И подав вот такое вот заявление, избиратели уже в один из дней голосования, 15, 16 или 17 марта, смогут проголосовать дистанционно. Вот такие возможности у наших избирателей на выборах президента Российской Федерации. Любовь Николаевна, в чем заключается суть проекта «ИнформУИК»? Проект «ИнформУИК» – это персональное адресное информирование избирателей путем поквартирного, поддомового обхода членами участковых избирательных комиссий, в том числе с использованием мобильного приложения. То есть его как раз суть заключается в том, чтобы дойти до каждого избирателя, в каждую квартиру, в каждый дом и провести соответствующую информационно-разъяснительную работу. Эту работу наши участковые комиссии проводят, исполняя свои полномочия, где в полномочиях участковых комиссий четко прописано проведение информационно-разъяснительной работы и уточнение списка избирателей, чем, собственно говоря, и будут заниматься наши члены комиссии в ходе данного обхода. Проект «ИнформУИК» на территории города Белгорода будут проводить 739 обходчиков, членов участковых избирательных комиссий. То есть в каждой из 183 участковых комиссий есть такие члены, которые будут обходить по домам, по квартирам и информировать наших жителей о предстоящих выборах президента, об удобных способах голосования, будут сверять данные избирателя. Проходить это будет в период с 17 февраля по 7 марта. И в рабочие дни это будет в послеобеденное время. Мы считаем, что это удобно будет и для избирателей, поскольку в это время уже большая часть жителей будет находиться дома, а в выходные дни это, соответственно, будет в дневное время. А как понять, что к вам домой пришел именно обходчик? Вы обязательно узнаете наших обходчиков. Наши обходчики будут одеты в брендированные синие куртки и синие шапки. При себе они будут иметь также брендированную сумку, в которой будут размещаться информационные материалы. У каждого обходчика будет вот такой нагрудный знак. Это обязательное требование. Будет вот такой именной бейдж. Вы видите, здесь есть у нас указание к принадлежности участковой избирательной комиссии. И будет фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии. Кроме того, наши обходчики будут иметь с собой информационные материалы, которые будут выдавать нашим жителям, нашим горожанам. Это две листовочки, два лифлета. Первый лифлет – это, по сути дела, приглашение на выборы. Вот я покажу его, как выглядит он. Вы видите на оборотной стороне, здесь как раз и указание, где находится участковая избирательная комиссия, ее номер, ее адрес, ее номер телефона, режим работы. А также здесь как раз и рассказано наиболее подробно о тех способах голосования, о которых вот я сейчас и говорила. И вторая листовочка, второй информационный материал, который будет выдаваться нашим жителям, – это информация о кандидатах на должность президента Российской Федерации. О том, что будет проходить по квартирный, по домовой обход, мы информировали наших избирателей. И на подъездах размещаются объявления, соответствующие на подъездах, на стендах информационных. Мы также информируем об этом и на наших страничках в социальных сетях, информируем через газету «Наш Белгород». И вот чем мы с вами сейчас занимаемся, мы в преддверии такого обхода говорим о том, чтобы жители понимали, что это наши члены участковых избирательных комиссий, они придут к ним, они проведут опрос с помощью мобильного приложения. И мы очень просим наших жителей с пониманием отнестись к этому проекту и ответить на вопросы наших членов участковых избирательных комиссий. Спасибо. Любовь Николаевна, что бы вы хотели сказать избирателям нашего города накануне выборов, может быть, хотели бы к ним обратиться? Ну, я бы, наверное, хотела обратиться к нашим жителям, проявить свою гражданскую активность и в один из дней голосования 15, 16 и 17 марта либо прийти на избирательные участки, либо выбрать удобный способ для голосования, я имею в виду проголосовать дистанционно. Спасибо большое за ответы на наши вопросы. Я напоминаю, что сегодня гостьей нашей студии стала председатель Белгородской городской территориальной избирательной комиссии Любовь Калабина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова